Судовой колокол возвестил о начале нового этапа в истории речного судоходства. Модернизация гидроузла «Белоомут» официально завершена. Возвращение к колокольчику. Коломенский, 805-й. Начать движение. Первый сухогруз заходит на шлюзование. Эта сирена — сигнал о том, что затворы пришли в движение. Уровень воды начинает подниматься. Шлюзовая камера заполнена, затвор опустили, и баржа выходит на большую воду. Через гидроузел «Белоомут» в день проходят десятки грузовых судов. Маршрут из Москва-реки Ваку через Рязанскую и Владимирскую область в Волгу под Нижним Новгородом. Старый шлюз значительно замедлял движение. Переход через плотину занимал 45 минут. Теперь вдвое быстрее. Здесь могут проходить пароходы с большим водоизмещением, более широкие. И мы надеемся, что грузооборот на этом участке существенно вырастет. Новые гидротехнические сооружения возвели на месте старой плотины, которую построили больше века назад по проекту инженера Нестора Пузырского. Вот он на фотографии Прокудина-Горского. В центре снимка внутри опорных конструкций. 1912 год. Работы идут медленно. Из-за плавучих песков приходится все время осушать котлованы. Для этого на стройплощадке установили 8 помповых насосов, которые в час откачивали больше 200 тысяч ведер воды. А вот так плотина выглядела всего 4 года назад. Проработала больше века и до последнего была исправна. Хотя мелкие поломки случались регулярно. Деревянные конструкции не выдерживали напора воды. Морально устарели и сами технологии. Открывать створы шлюза или перекрывать плотину приходилось вручную. Несколько человек берет этот щит, ложит на специальную вагонетку, на которой стоит еще кран, лебедка ручная. После этого они цепляют этот щит за крюк, опускают ее на плотину под воду. Новая плотина железобетонная с автоматическими сегментными затворами. А управлять ею можно буквально одной кнопкой. В следствии ограничения отметок дна, бетонный порог старого шлюза лимитировал проход судов. Ограничения по осадке судов не позволяли в полной мере использовать возможности реки. После реконструкции шлюз расширили больше чем на метр, а углубили до 6,5. Фактически вернули на АКУ большое судоходство.